Плодимся и размножаемся, как и завещано, потому что вот эта вот тема, допустим, часто поднимается и качается, в том числе нашими врагами, тема мигрантов, миграции, возможного конфликта. Ответ-то на самом деле простой. Рожайте детей больше, мужиков рожайте новых, и не будет этой темы. Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя по наехавшими людьми. Я, на самом деле, еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы будем, я всерьез, на самом деле, говорю, я не шучу, не валяю дурака, будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. Ну, или какая-то другая форма, на самом деле, может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Спасибо. Так вот, я думаю, что наш коллега из Союза отцов, то, что я в свое время помню, когда у нас была первая, вторая членская кампания, я ужасно устал от этих, от, как их, Господи, называли, Союза солдатских матерей, вот эти вот вредоносные организации, которые боролись, на самом деле, не за то, чтобы помогать армии и детям, а чтобы вредить армии и детям, чтобы, вот, и это такие были вредоносные либеральные, либерально-западнические организации. Мы вот создаем противоположные формы гражданской работы, такой, как Союз отцов.